Доброго времени суток, дорогие мои подписчики! Ах, как давно мы с вами не делали Гранд Табло на любовную сферу! Давайте-ка сделаем и посмотрим, что вас ожидает в следующем месяце в любовной сфере. Расклад я буду делать под названием Гранд Табло. Это большой глубокий расклад. Он выкладывается в 4 ряда, по 9 карт. Такой расклад вы можете заказать себе лично, а это у нас общий. И моя собственная редакция этого расклада под колоду «Золотые мечты» Ленорман. Здесь у нас есть мужчина и женщина в двух ипостасиях. Я надеюсь, для вас не секрет, что у человека две ипостаси – телесные и духовные. Я все время на стримах об этом говорю, поэтому эта колода и рассматривает тоже и партнерство, и с той, и с другой стороны, и другие обстоятельства. Те карты, которые не выпадают, потому что в этой колоде больше, чем 36 карт, я тоже читаю. Они обозначат, что в загадный период, а мы смотрим с вами любовную сферу на следующем месяце, эти события не произойдут. Итак, что вас ожидает в следующем месяце в любовной сфере? Что вас ожидает в любовной сфере в следующем месяце? Первая карта в гранд-табло очень важна. Здесь, смотрите, такая серьезная ситуация. Возможно, партнерство с каким-то несвободным партнером, либо партнершей по карте Совой. И это, конечно, кармический урок. Надо выложить все карты для того, чтобы прочитать их в связке. У каждой карты есть свой номер, это ее дом. И важно мне, чтобы вы все видели. Гранд-табло занимает много места. И, кстати, сейчас, разрабатывая учебное видео по гранд-табло, анонс будет выложен для желающих обучаться. Пока герои не вышли никто. Две карты любовного треугольника в этой колоде, и обе они уже вышли, к сожалению. Какое-то неравноценное, неискреннее партнерство, возможно. Видите, любовь и леса – это любовь с обманом, с каким-то, да? От какого-то мужчины заинтересованного. В первую очередь сексуального. Холодного, но страстного. Холодного в плане души, я имею в виду, но страстного в плане тела. А тут мужчина может обещать, что он будет уходить из семьи ради того, чтобы с вами помириться. Если смотрят меня девочки. Вышли девчули, которые либо узнают, либо уже знают о том, что есть партнерство у мужчины, потому что вы с ним пересекаетесь на карте любовного треугольника. Но вы почему-то думаете, что это легкий флирт с его стороны, и можно принять такой треугольник. На самом деле вы глубоко ошибаетесь. У вас тут кармическая проработка с этим партнером по оценке собственных границ. И на самом деле партнерство, такой неравноценный обмен идет. Вы хотите замуж, но смотрите за этого человека. Если смотрят меня, конечно, девочки. У вас впереди кольцо, но кольцо в доме горы. То есть замужество с этим человеком вряд ли возможно. Вы думаете, что будет шанс. И думаете, что мужчина сделает вам предложение. Вот смотрите, тяжелым камнем на сердце ложится эта любовь. Потому что в доме сердца у нас карта гора. То есть это дорога в никуда. Ваша духовная часть выходит в доме кольца. Кольцо тут у нас, смотрите, в доме горы. То есть закатный период всего скорее вы поймете о том, что выход на новые отношения, ну на новый уровень этих отношений все-таки невозможен. Вы поймете, насколько вы наивны в этих отношениях. Ну, мужчина тут будет заваливать вас ароматичной такой информацией. И вы будете думать о том, что надо сохранить эти отношения подольше. Вот у вас в ногах. Те карты, которые у героя выпавшего, смотрите, в голове, это мысли. Те карты, которые впереди, это возможно. А будут еще эти карты, которые в ногах, это 10 кодов. Вы хотите сохранить эти отношения надолго по карте часы. Но, смотрите, карта кубики в доме лилии. А лилии впереди у нашего героя, на которого вы смотрите, возможно. Так вот, у мужчины тут идет холодный расчет, холодная игра для поддержания своего собственного эго. Видите, он вводит в путаницу ваш дом. Дело в том, что, ну, так скажем, вы не одна у него поинтересу. Сложно принять вам решение в доме ключа карта тучи, потому что тут есть женщина. У тех, у кого есть партнер уже, либо предстоит встреча, может проиграться, что женщина из прошлого, но женщина ключевая, которую он будет от вас скрывать. Мужчина вышел тоже своей второй ипостасию, то есть, в принципе, заинтересован в стабильности, он сам выпадает в доме якоря. Но, смотрите, у него впереди только карта лицемерия, то есть этот человек душой по отношению к вам лицемер. Он вас кормит, возможно, либо будет кормить, мы же смотрим все-таки на будущее, да, ну, а у кого-то может ситуация уже проигрывается, а в настоящем начинает проигрываться. Тут человек не собирается брать ответственность. Видите, у него в голове ребенок, мало у него любви, а в доме ребенка у нас карта сердца, мало у него любви. А вы-то думаете, что тут надо подождать, что тут нужно быть, там, не знаю, хорошей девочкой, да, для того, чтобы ситуация изменилась. На самом деле, тут мужчина просто хочет сохранить отношения с вами в том варианте, в каком они есть, не объясняя с вами, почему вот он так делает. Ну, потому что он сам не знает. Он не знает. Он хочет сохранить эти отношения ради того, чтобы тешить свое эго, какой я, да, какой я молодец, какой я крут, у меня есть и жена, и любовница. На самом деле, человек крысятничает, вся его влюблена. Смотрите, в доме крыс у нас букетик-то, да. Вот если мы посчитаем, вот они крысы, и они, кстати, идут в ваш дом, то есть это человек с меркантильным интересом. Ну, вот любовь такая, видите, у него меркантильная. И есть какие-то тайны от вас, конечно. Так вот, давайте посмотрим. Он заинтересован в этой игре. Он заинтересован в вас. Он держает около себя. А вы принимаете это за чистую монету. Но на самом деле, человек не дает вам равноценного обмена, для того, чтобы вы могли выстраивать какие-то планы на будущее, иметь твердую почву под ногами. Но тут мужчина в любом случае хочет остаться с вами именно в том варианте, как отношения либо зародятся в будущем, либо уже имеют сейчас и будут иметь продолжение. Давайте смотреть, что у нас не выпадает. У нас не выпадает карта всадника. Это, возможно, вы находитесь на расстоянии сейчас, либо, ну, вот его такое треугольное партнерство будет помехой для ваших частых свиданий. Не выпадает карта башни. Это ваша иллюзия. В доме башни у нас карта корабля. То есть вы считаете, что это в доме корабля медведь, вы считаете, что этот человек значимый, вы считаете, что ради этого человека стоит что-то потерпеть и каким-то образом наступить себе на горло, подождать, наступить своим интересам, я имею в виду, на горло, своему я, своей гордости. Тут вы заблуждаетесь, тут вы заблуждаетесь очень глубоко. Не выпадает, смотрите, карта горящих мостов. Это раскачивание эмоционального фона. Почему? Ну, потому что мужчина заинтересован остаться с вами. Еще раз повторю, здесь ключевое понятие не остаться с вами, а в том варианте отношения, в каком они либо зародятся, либо уже есть. Смотрите, если у вас как такового выросла, смотрите, а как такового мужчины у вас сейчас нет, то смотрите, партнерство не предвидится на загаданный период. Это вот расклад общий, я поэтому вам даю варианты. Тут вы сама себе, кстати, начинаете работать над собой, начинаете выходить на новый уровень, начинаете любить себя, и я вас с этим, конечно, хочу поздравить. И вот смотрите, карта якорь не выпадает, но в доме якоря у нас мужчина. То есть мужчина не может вам дать той стабильности, несмотря на то, что хочет остаться с вами в отношениях. Не получается создание семьи с ним, может быть, кто-то тут будет ждать беременности, беременности тоже не получается по аистам. Но мужчина тут будет говорить вам, что он рассматривает варианты в доме айсов, карта коса, что в будущем я разведусь. Я, видите, у него тут дом со змеей, общий дом. Я уйду из семьи и, дорогая, сделаю тебе предложение. На самом деле тут человек хитрит. Еще одно подтверждение того, что человек хитрит, карта рыбы не выпадает. Это чувство, это вложение. Это больше, чем чувство. Для любовного расклада это карта вложения. И здесь в доме рыб у нас карта метла. Это карта ссор. То есть мужчина-то, по сути, вкладываться, полным энергообменом не собирается. То есть вы-то себя всю, и душой, и телом, и, может быть, кто-то там, и материально, и временем, и по-всякому, и энергетикой. А человек только по интиму и заинтересован сохранить с вами отношения в том варианте, что ему так удобно. Карта собака не выпадает. Это в доме собаки у нас карта лупа. То есть вам тут человек, я уже объясняла ранее, будет говорить, что он будет уходить из семьи, потому что в доме Айстов-Каркаса будет разводиться в будущем домикосы-звезды, потому что вы тут будете на него давить, нажимать, говорить ему, что, ну, знаешь, что, или-или, да. А вот чтобы вы рассмотрели вопрос примирения, чтобы отпустили ту ситуацию, что он не свободен, и доверились ему. Ну, по сути, та же самая лапша, только в профиль, да. Нет никакого направления с его стороны в отношении вас серьезного, да. Видите, карта конкурса не выпадает. Смотрите, карта луны тоже не выпадает, но в доме луны у нас карта лабиринта. То есть мужчина просто собирается вам морочить голову. Приходите ко мне на стрим, если таковой непонятный, мутный дядька появится в вашей жизни, спрашивайте, или парень, да, там дядька, парень, неважно. А вот просто будет наручить вам голову через какие-то романтические такие порывы. Карта крест не выпадает. Это говорит о том, что закрывать отношения он с вами не собирается, но в доме креста у нас карта лицемерия, я уже говорила. То есть, по сути, крест – это навсегда с его стороны. В ваш адрес будет вот такое вот поведение и отношение. Не выпадает также карта книга. Это у вас отсутствуют какие-то знания, и вы, возможно, еще тут будете, так как мы на месяц смотрим, да, возможно, будете тут каких-то ожидания, не иметь какой-то полной информации, да, ожидая, что в доме книги у нас карта ребенок, что эта любовь еще с потенциалом, что она раскроется, что нужно просто подождать, да. А, дорогие, я когда на стримах говорю, яблоко должно созреть, я подразумеваю не это. Я подразумеваю, если вы вступили в отношения, ну, пусть даже вы, допустим, знаете, что наблюдайте, наблюдайте. Человек сам себя покажет, человек сам себя проявит, но в процессе наблюдения вы, пожалуйста, анализируйте свои ощущения от этих отношений и от действий вашего партнера, понимаете. Большой расклад можно читать долго, можно сидеть над ним часами, потому что все поле выложено картами, и тут, смотрите, тут у мужчин в первую очередь, конечно, заинтересуется, вот видите, он прямо между вашими поставками практически посередине, да, вот своей сексуальной такой темой, да, вот, а его душа в стороночке наблюдает, да, то есть душой он вкладываться не собирается, потому что вот уже я объясняла, здесь у нас карта лицемерия. Сам мужчина в доме лисы, а лиса у нас в доме любовного треугольника, то есть этот человек, вот нравится ему, еще раз повторюсь, тешить свое эго через этот любовный треугольник, вы знаете, это недалекость определенного рода, это низкая духовность, когда человек считает, что чем больше у меня женщин, тем лучше я, тем хорош, да, ищет такого вот удовлетворения, ну, возможно, какая-то тут детская травма, недолюбленность, может быть, мама его не любила, может быть, бабушка там как-то огнобила, или еще какие-то женщины, и вот он таким образом, неосознанно, конечно, ну, вот, выкладывает свою месть, поэтому, ну, стоит задуматься, смотрите, как развернули карту ситуацию, тут явно кто-то ждет этого расклада, и начинала-то я на любовную сферу, что, может быть, тут у вас кто-то впереди герой, так какой-то появится, да, герой у вас тут в загаданный период не будет, но предвидится, либо партнер несвободный, либо продолжение с несвободным партнером, вот эта тяжелая любовь, да, вот видите, она между вами, вы ждете брак от этого человека, думаете, что шанс обязательно выпадет, что там на вашей улице грузовик с мужиками обязательно перевернется, и вы выберете самого красивенького, самого такого мордастенького, но нет, 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 в этот период пока ничего нет. Друзья мои, отчаяваться переживать не надо, все, что происходит в нашей жизни, все происходит правильно, но для какой-то цели, и теперь важно понять и определиться, с какой целью вот этот вот несвободный красавец нарисовался в вашей жизни, красавец-хитрец, весь такой мачо сексапильный, но прям чистейшей воды предатель, хотя, сами знаете, я всегда говорю, предательства как такового нет, есть выбор человека, который вам не нравится, вот, поэтому, ну, задумайтесь, стоит ли продолжать конфликтовать, да, из-за этих страстей, вы с этим человеком, вот ваша духовность, ваши духовные карты перекликаются на карте ребенок, то есть вы наивны, а он безответственен, и на этой почве у вас будут конфликты с этим человеком, еще раз говорю, видите, как расклад, карты разворачивают ситуацию, хотели смотреть просто на любовную сферу, а получилось на отношения с каким-то конкретным человеком, и тому, кто нуждается в этом раскладе, конечно, вы этот расклад увидите, найдете, то есть мужчина не способен на глубокие чувства, видите, у него еще перебои в отношениях с той соперницей, он иногда тоже думает, может быть, ему оттуда уходить, поэтому вас держит как запасной вариант, вот это вот тоже ключевой момент, важно, чтобы вы это поняли, и, всегда говорю, наблюдайте за собой, наблюдайте за своими ощущениями, и никогда не идите против своей души, если вам что-то не нравится, но вряд ли вам понравится несвободная любовь, вот такая вот треугольная, где вас используют как подушку безопасности, свою эмоциональную подушку безопасности, как запасной вариант, как человека, как жилетку, для удовлетворения своих эмоциональных и физических потребностей, поэтому задумайтесь, как долго вы сможете вкладываться вот так вот, и не получая ничего, насколько долго вас хватит, вы так себя опустошаете, нужно ли вам это, и вот смотрите, карта ключ у нас в доме грубо, решение от вас пока тут, правильное решение, пока скрыто, вот, оно к вам не приходит пока в загаданный период, по поводу того, что делать с этими отношениями, но я думаю, после этого расклада вы все-таки задумаетесь, а может быть таким волшебным пендалем мой расклад для вас послужит, у меня все расклады, как волшебный пендаль служат для моих клиентов, и люди начинают думать, и мальчики, и девочки, начинают думать, действительно, а туда ли я бегу, а затем ли я бегу, а за то ли я бегу, а нужно ли мне это, если меня смотрят мужчины сейчас, и вот эту любовную сферу для них сейчас тоже кратко, потому что много стало появляться мужчин, чему я, несомненно, рада, и в чате, и в канале, в телеграм, кстати, подписывайтесь на телеграм, ссылка в описании, как заказать, личный расклад тоже в описании есть, так вот, смотрите, если смотрят меня мужчины, тут у вас тоже по любовной сфере, видите, пока никакой героини, но возможно, спутать мужчины, которые собрались уходить из семьи, оставить партнершу в прошлом, с которой вы сейчас вместе, и у второй вашей карты тоже нет партнерства в виде какой-то героини, поэтому тут пока октябрь, октябрь пока не дает нам ничего, кроме каких-то разборок, кроме какого-то осознания, знаете, мне, ну, может быть, вы не в октябре, конечно, смотрите, а может быть, вы позднее будете смотреть, но тем не менее, скажу свое мнение по поводу осень, осень это всегда сбор урожая, это всегда пересмотр того, что анализ, пересмотр того, что было сделано, потому что потом зима, и потом Новый год, да, наступает, то есть нужно с каким-то определенным багажом приходить к Новому году и что-то решать в своей жизни, потому что, если мы продолжаем жить всегда одинаково, без перемен, и никуда не движемся, это я называю болото, энергоболото, жизнь болото, мы начинаем заболевать, мы не получаем удовлетворение, мы больше прилипаем к каким-то зависимостям, к отношениям, к шоппингу, к алкоголю, об этом очень хорошо Джо Диспенсер говорит, да, вот, к каким-то нюансам, да, за что-то цепляемся и живем в своем болоте, ребята, вылезайте из болота, начинайте любить себя, заботьтесь о себе, а я вас крепко обнимаю, пока-пока.